Давай, беги! Так побегать по улицам Казани специально приехали и участники московского клуба утренних пробежек. Интересная трасса, интересный марафон. Я уже второй раз бегу этот марафон, два года назад бегала и решила попробовать обновиться в рекорды в этом году. Вы не меняли, вы мило болели, кто на лиманах, обнили меня. Так, размяли верхнюю часть. Чтобы как можно больше участников побили свои рекорды и просто добрались до финиша, тренировку в свои руки взяла спортивная знаменитость Тина Канделаки. Как просветила звезда, в век смартфонов ЗОЖ особенно жизненно важен. Потому что мы, в отличие от людей до айфоновского периода, мы ходим вот так. Если вы начнете реально, если вы попробуете растянуться, или если вы вообще начнете за этим следить и обращать внимание, то вы поймете, что у нас у всех есть проблемы. Я не шучу. Я, конечно, попроще, я на турниках, но здесь, конечно, посерьезнее буду. Я прям вдохновлена, я очень реально жду завтрашний марафон. Это был казахский марафон! Супер! Отлично! Так в ряды казанских марафонцев готовится встать более 10 тысяч человек. Большинство это гости из других регионов и зарубежья. Этот казанский марафон в своей новой истории станет четвертым по счету. Казанский марафон является крупнейшим региональным марафоном нашей страны. Это не бравада, это реальность, это цифра и статистика. Как и в минувшем году, на дистанции планируют выйти и руководители республики во главе с Рустамом Минихановым. Участников забегов ждут 4 дистанции от 3 до 42 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам города через главные достопримечательности Казани. Начало забегов в 8.30. Часть средств от марафона пойдет на благотворительность. Дмитрий Айринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Дмитрий Айринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.